Чтобы связать закругленный низ изделия, я использую функцию частичного вязания, но не с самого начала. Заработок в виде ластика вяжу как обычно. В данном случае вяжу необходимое количество рядов пластика один к одному. Переношу петли с игл передней игольницы на игл задней, так как основной узор буду вязать на одной фонтуре по перформате. Опускаю вниз переднюю игольницу, меняя двухфонтурный переходной мостик на крыло для однофонтурной нормальной вязки. Устанавливаю нужную плотность вязания и вставляю нить в нитьевод. Вяжу один ряд. Перфокарта у меня уже вставлена. Ручку для включения перфокарты вставлю в положение КС. Включаю частичное вязание. Далее буду вывязывать закругление на детали. Закругление будет происходить за счет постепенного введения игл в работу по краям полотна. Крайние иглы выставляю в переднее нерабочее положение. Положение Е. Вяжу один ряд. При этом иглы отбираются в соответствии с рисунком перфокарты. Включаю клавиши выбора переплетения на задней каретке. В данном случае это прессовый узор. Две левые кнопки так. И устанавливаю ручек блокировки перфокарты на значение пуск. Значок треугольника. Счетчик ставлю на ноль. И теперь с каждым рядом буду добавлять какое-то количество игл в работу. Полотно на крайних иглах это и есть участок закругления. Иглы добавляю не хаотично, а в соответствии с предварительно сделанным расчетом. Как сделать расчет у меня есть ссылка в описании к видео. После первого ряда мне нужно ввести в работу по 4 иглы с двух сторон. Делаю это так. Иглы выставляю по рисунку. Нить, идущую из нитевода, прокладываю под иглами. Делаю то же самое с другой стороны. Провязываю и так далее. Так. Так. Продолжение следует... Я вяжу полотно двухцветным прессовым переплетением, поэтому каждые два ряда меняю нить на другую. Еще важно не забывать регулировать оттяжку. Таким образом вяжу до тех пор, пока не введу в работу все иглы по ширине полотна. Как сделать расчет вязания закругленного низа любой крутизны, смотрите по ссылке в описании к видео.